destiny 1 лучшая игра серии серии из двух игр ну а как еще вы думали начнется это видео не в третий же раз использовать титульный экран саундтреком для попытки задать тон да и что вообще вы хотели это же классика сезон в destiny 2 загибается и на помощь приходит контент с примесью ностальгии из первой части только в этом видео я не хочу в очередной раз вам показывать старую локацию и рассказывать о своих воспоминаниях как бы между строк требуя плачь сука от ностальгии плачь ты помнишь как было классно да вместо этого мы сфокусируемся на дне сегодняшнем поговорим о том как игра существует сейчас сколько людей в нее играет реально ли найти себе в ней компанию ну и в общем стоит ли играть в оригинальную часть destiny в 2021 году а то во второй части сейчас только остатки триумфов позадрачивать осталось и но сами знаете какой месяц так что с этим тоже не выйдет кстати о второй части вы же посмотрели мое прошлое видео о том какое дополнение для destiny 2 купить новичку помогли мои советы вам сэкономить денежку и лишнего не купить отлично тогда продолжаю заботу о ваших финансах вместе со спонсором этого видео карты all games от банка тиньков карта тиньков all games это карта чисто для таких как мы с тобой для геймеров тут тебе и яркий дизайн но разве что rgb подсветки нет и возможность указать на карте свой игровой никнейм и самое главное жирнющий кэшбэк на все твои покупки в игровых магазинах steam xbox ps store и других аж до 20 процентов но не только на них ведь надо пока играешь что-то поесть кэшбэк 15 процентов на сервисы доставки еды а на чем играть 10 процентов на покупку техники тоже кэшбэк но самое интересное что ежемесячно среди всех игроков с этой картой банк разыгрывает призы как небольшие вроде кэшбэка на игры до 3500 рублей так и возможность выиграть стопроцентный кэшбэк на покупку консолей ps5 xbox series x nintendo или пк комплектующих до 50000 рублей я сам не первый год пользуюсь картой all games от тиньков так что это тот самый случай когда в кайф рекламировать то чем пользуешься сам главное оформляй заявку на карту по моей ссылке в описании чтобы получить все эти ништяки ну а мы дальше перейдем к рассказу ладно я немного напитал все же чутка заход издалека будет поскольку чтобы рассказать о состоянии игры на текущий момент нужно мальца познакомить с ее историей учитывая что добрая половина моей текущей аудитории не спирит блума не нюхала не голохорна не видела лишним не будет короче точно ну как старое доброе привет всем бравым гардианам меня зовут джонни лейни и это канал трипл вайп старики пейте таблетки дети ставьте лайки и давайте начнем привет это чтобы начать заливать про то почему в эту игру еще играют и играют ли вообще нужно немножко так но разбираться в том какой путь прошла destiny 1 от релиза и до сегодняшнего дня тяжелый настолько тяжелый что как с первого дня были шутки про нет контента так вот они сегодня в моем паблике есть до сих пор уже применительно к сиквелу но это отдельная тема а все дело в том насколько высокие были ожидания от игры и от банджи до релиза project tiger да кстати это первое секретное название destiny и именно поэтому твоя папочка со скриншотами из destiny 2 полна названий про тигра к первой половине 2010-х годов банджи настолько круто зарекомендовали себя как отцы шутан индустрии что когда начала появляться информация о готовящейся новой игре ожидания были очень велики и у игроков и у прессы да что уж там сами разработчики тоже ожидали для своего нового проекта оценок на 90 с лишним баллов метакритика черт бы его побрал но совсем не прикольный прикол был в том что за всеми этими ожиданиями скрывался такой в ворох проблем что даже уже в разгар производства не игроки нет даже сама студия не понимала чего они вообще за игру делают вот что пишет об этом в своей книге джейсон шрайер наибольшей проблемой было то что сотрудники студии до сих пор не особо хорошо понимали что собой представляет destiny если бы вы пришли в банджи и спросили людей что они думают по поводу destiny половина из них скорее всего ответила бы что это шутер в стиле хейла а другая половина что это world of warcraft студия на протяжении десятилетия выпускавшая космические шутеры под крылом microsoft оказавшись в вольном плавании сначала решила что будет делать фэнтези игру потом решила что нет потом смешала но как мы все знаем смешивать нельзя так что project tiger одомашнился снизил амбиции и переделывался почти с нуля да еще и на реворкнутом движке а ведь кроме прочего от банджи еще и историю ждали для игры не абы какую но когда ты на ходу решаешь что вместо убийства секирой орков будешь юзать космическую магию против насекомоподобной цивилизации из погибших миров сложно уложить в голове ответ на вопрос кто такой игрок и почему все это должно быть интересно на релизе сюжет самой игры как вы уже успели догадаться был довольно рваным у него не было единой понятной концепции и со стороны этот сумбур набора персонажей фраз и локаций мог показаться сложным и загадочным но на самом деле он и вправду был очень сырым например во все той же книги джейсона шрайера рассказывалось про сюжетную историю вот так по версии нарезки дэстонии главная задача игрока состояла в том чтобы выследить боевую машину с искусственным интеллектом под названием распутин которая была похищена инопланетной нежитью под названием улей во время путешествия игрок направлялся на землю венеру марс луну сатурн и в мистический храм на меркурии где похожий на убивана кеноби колдун осирис давал советы и говорил мудрые слова по ходу дела игрок будет дружить и объединяться с персонажами вроде ворона красивого инопланетянина с бледно-голубой кожей и зализанной прической похоже на то что есть в игре да и этот сюжет был только представлен на митингах студии летом 13 года за год до релиза игры то есть на момент когда релиз был уже вот-вот игра вроде обрела с горем пополам жанр обзавелась своими эксклюзивными фишечками и механиками но вот сюжет в ней был рассказан не самым талантливым образом но не потому что сценаристы бездари а все как всегда из-за сроков и это-то от студии банджи тех кто чуть ли не придумал рассказывать огромные целостные литературные истории в шутере нормальное такое несоответствие ожиданиям до игрок пробуждался от смерти попадал в ряды стражей бессмертных защитников остатков человечества метался по вселенной сражаясь с различными противниками а другие персонажи которые при этом даже друг с другом то ни разу не разговаривали за унывным голосом с придыханием говорили ему фразочки типа это самое злое зло и зол и тьма дремлет но скоро пробудится а потом история просто обрывается и заканчивается вы просто не поверите какой репликой это только начало оранжевый генингс охренеть до уровень космического эпоса кто-то делает сейчас вообще это же лютое клише нет и это только начало а да окей и обращу внимание это не было глубоким лором который просто все не поняли и поэтому решили что сюжет непоследовательный нет это и правда был салат из истории новых из истории старых наработок о которых писал шрайер и из реально глубокого лора ладно которого по факту в игре то не было и чтобы его читать надо было открывать карточки в игре а потом идти на сайт банджи но правды ради эта ситуация стала исправляться уже с первыми мелкими дополнениями и через год с приходом крупного аддона taken king уже у всех какая-то сложилась понятная картина происходящего плюс лор с тем же дополнением тоже заметно яснее стал поддаваться хоть все также и через сайт но книга скорби до сих пор одна из любимейших у лороведов так стоит ли ради этой самой истории сейчас покупать destiny 1 тому кто в нее никогда не играл но хочет большего погружения во вселенную игры потому как освоил сиквел но несмотря на то что я только что прямым текстом назвал сюжет destiny 1 непоследовательным и глупым все равно да но только потому что вместе с оригинальной сюжеткой вы сегодня также пройдете еще и четыре дополнения а там все куда интереснее и эпичнее на прохождение только сюжетки этих дополнений у вас уйдет не один десяток часов а ведь именно этого постоянно требуют новички от онлайн его игры сервиса до многочасовой сюжетки ну вот тут она есть но есть одно но не тот скрин но есть одно но она вся на английском так что тем кто учил немецкий в школе будет не просто но если это не помеха то да я конечно бы советовал сейчас если совсем нечего делать в destiny 2 оглянуться назад и пройти оригинал но далеко не только ради сюжета а как и следовало предполагать ради эндгейм контента да контента в destiny сейчас обсудим как я уже сказал старт destiny и тот вид в котором она подошла к своему последнему году просто две разных сущности в первом году который уже даже я с очень большими усилиями вспоминаю эндгейм представлял собой тупо ничего и один рейд что кстати породило первую волну комментариев контента нет я ливаю да мой дорогой дружок ту херню которую ты пишешь про мертвую игру в 2021 году у меня в комментариях мы писали с пацанами еще семь лет назад хренеть сказал это вслух я аж передернула после того как игроки прокачали себе максимальный уровень и проходили сюжетку им казалось что на этом все и игру можно было сдавать я никогда не забуду историю того как я стоял в магазине разглядывая коллекционку destiny 1 и при мне пришел чел с диском чтобы вернуть его с наездом на продавца от того что там какого-то черта все на английском и нихера не понятно тогда я и понял надо канал делать но вообще до эндгейм тогда ограничивался одним только рейдом волтов глаз в которой на тот момент ходила не знаю 100 статиков на весь мир а вот финальном дополнение в ивенте моменты триумфа банджи выложили все карты на стол в том числе рьюзнули тот самый рейд из первого года в первый раз игрокам выдали так много разных активностей и наград что многие до сих пор считают что им есть что выбивать в первой части я вот например этого красавца из рейда так и не выбил лучше бы в этот рейд ходил ей богу чем в сс все рейды что были на тот момент в игре в игре и остались и получили еженедельную ротацию по мощным наградам еще игроки получили новые активности награды лут артефакты понятную систему прокачки притом с капом уровня и прикиньте кап никак не останавливал интерес играть в игру и после достижения максимального левела что там у нас сейчас для этого сделано бесконечно прокачиваемый артефакт ну ну и это я еще молчу про ивенты праздничные которые не были особо частым явлением но были хоть какими-то самобытными где мои гонки на сперру банджи ну ё-моё сколько еще ждать правды ради именно в третьем году в destiny 1 появились все эти приколы которые теперь живут в destiny 2 например режим арханфордж который представляет собой арену с отражением отрядов соперников или сбор триумфа в специальную книжечку как наклейки в альбом мерлин но при этом никто даже не собирался упрощать игру даже сейчас если вы зайдете в сумрачный налет он вам так просраться даст что будьте уверены что после него вам гранд мастер в соло покажется просто прогулкой по саду не поэтому ну и на этом давайте перейдем к выводам ради которых вы здесь в 2021 году destiny 1 остается той редкой игрой которая носит вот эту медаль на фоне того что в steam и epic store переезжают все больше и больше разных консольных эксклюзивов большая редкость что крупный проект не освоил вообще все современные игровые платформы но мешает ли это destiny 1 что ж к сожалению для psn нет трекера позволяющего узнать средний онлайн той или иной игры так что все что нам остается определить его на глаз стряхиваем пыль с ps4 запускаем игру и летим несколько раз в башню каково ж было мое удивление когда в каждый раз когда я попадал в город он был полон вокруг криптарха собирается толпа чтобы узнать какую диковинку он достанет вон тому варлоку в красном из его энграммы гансмиту выстраивается очередь чтобы купить белую пушку и пойти прокачивать ее до легендарной короче жизнь кипит причем среди снующих туда-сюда стражи можно найти как тех кто носит на себе весь рейдовый шмот и светится как елка от орнаментов за прохождение сложных активностей так и массу новичков и вот это нас как раз и интересует в первую очередь ведь если тут так много второго уровня пятого уровня десятого уровня 12 уровня что это все значит значит что они не стали дожидаться видео джонни лени просто пошли и купили destiny 1 это значит что онлайн игры поддерживается собру если скажу что он прямо растет с каждым днем но новые игроки и правда тут не редкость и что самое приятное и о чем я уже как-то говорил в последнем видео с новым персонажем destiny 1 они в большинстве своем создают приятное впечатление дружелюбного комьюнити в то время как в destiny 2 к новичкам отношения да вы и сами знаете отличное отношение отличное все я вру есть целые сабредиты темы на форуме и lfg серверы дискорд по первой части и найти в них группу даже в самую сложную активность почти не составит труда например всем плевать какой у тебя опыт ищешь пойти в рейд без опыта все равно берем хочешь закрыть nightfall не имея при себе того самого экзотика вообще все равно погнали единственная проблема время ожидания если вы решите пойти активность с автоподбором в этот автоподбор может вас немножко состарить особенно это касается не самых популярных режимов pvp или каких-то конкретных налетов pvp вообще странная история почему в него тут мало играют ведь в нем нет стазица с его шаттердайвом и нет читеров даже рега лучше чем во второй части это это уже совсем не точная рега по врагам эта фишка еще с первой части есть небольшие траблы с поиском именно русскоязычных игроков но уж на это кто-кто атакую респектабельный канал и ресурс как трипл вайп может повлиять у нас в дискорде создана специальная тема рекрутинг d1 вот туда всех заинтересованных я торжественно приглашаю давайте как говорится сделаем мультиплеер destiny 1 great again ссылка на сервер будет в описании будьте пейнками поддержка destiny 1 прекратилась в 2017 году перед релизом сиквела невероятно но за эти три года существования из игры ничего не удалили не вырезали на время никого не волновал размер игры и это при том что она была в принципе только на консолях прикинь пока боярин получается не консоли виноваты что у тебя титан и меркурий забрали чё делать будем с этой инфой в игре просто приостановили ивенты по праздникам железное знамя и испытания сириса больше не проводятся в остальном все точно так же как было три четыре года назад многие игроки до сих пор убеждены что оригинал далеко впереди сиквела но если на релизе destiny 2 это было просто ультра мега супер дупер фактом то теперь и destiny 2 по некоторым параметрам нагнала а то и обошла оригинал как минимум по сюжетным обновлениям и способам повествования про то каким недоразумением было destiny 2 на старте я могу рассказать в отдельном видео если это хорошо зайдет меня тут немного новый формат если ты не заметил так что сейчас не буду распыляться и на этом будем прощаться спасибо что досмотрел ролик до конца понравилось ставь лайк не понравилось ставь дизлайк все логично ты же взрослый все знаешь ну а вот этим ребятам как всегда отдельное спасибо за поддержку канала о спонсорской подпиской сейчас это правда важно так что если кто-то захочет присоединиться и отблагодарить меня за контент ссылка на подписку спонсора будет под видео для таких подписчиков и клан особый есть и чат закрытый и еще всякие бонусы так что присоединяйся а на этом все всем жму руку до связи